Очередная встреча с избирателями организована и в Кашкадарье с участием кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Максуды Варисовой. Участникам представили предвыборную программу, вобравшую ряд практических предложений по реализации инициатив в различных сферах. Очередная встреча кандидатов в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Максуды Варисовой прошла с избирателями в Кашкадаринской области. В ней приняли участие студенты, представители общественности, органы в самоуправлении граждан, депутаты местных кенгяшей, активисты партии. Встречу вел председатель Центрального кенгяша Народно-демократической партии Узбекистана Улукбек Инаятов. В начале мероприятия председатель Кашкадаринского областного кенгяша НДПУ доверенное лицо кандидата Олим Равшанов предоставил избирателям подробную информацию о биографии кандидата. Затем кандидат в президенты Максуда Варисова ознакомила участников с приоритетами своей предвыборной программы и детально объяснила цели и задачи девяти из них. В частности, высказала свое видение и предложение, нацеленное на проведение сильной социальной политики для обеспечения интересов населения, на создание равных возможностей для реализации каждым гражданином своего потенциала. Наша цель — создание социального демократического государства. Это значит, что в стране будет обеспечиваться равенство прав, свобод и возможностей во всех сферах. Для этого среди приоритетов мы обозначили для себя три направления. Первое подразумевает обеспечение стабильности широких слоев населения. В каждой семье должны удовлетворяться базовые потребности. Каждая должна быть обеспечена удобствами такими, как питьевая вода, электроэнергия. Также каждый должен иметь доступ к хорошему образованию и медицине. Второе. Для поддержания стабильности общества нужно обеспечить равенство возможностей для всех с конституционным равенством прав. Третье. Обеспечить всенародное рассмотрение документов и законов, касающихся их благополучия, с помощью демократических институтов и после получения позитивного отвлека принимать в практику эти документы. Каждая должна быть обеспечить равное участие населения в государственной и общественной жизни, в деятельности судебно-правовой системы, а также участие общественности в подготовке законопроектов. Также среди целей создания оптимальной гарантированной системы социального обеспечения, которая будет полностью удовлетворять жизненные нужды пенсионеров и тех, кто получает социальные пособия. Расширение возможностей регионов за счет внедрения промышленности в сельских местностях, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, повышение благосостояния семей и создание предприятий в селах с высоким уровнем безработицы, которые будут работать по принципу от сырья до готовой продукции на основе государственно-частного партнерства. Целью защиты интересов и прав граждан, работающих за границей, дальнейшее развитие международного сотрудничества в области внешней трудовой миграции. Кроме того, Максуда Варисова остановилась на таких важных направлениях своей предвыборной программы, как предоставление социального жилья малообеспеченным семьям, внедрение дифференцированной системы налогообложения в соответствии с доходами населения, установление государственного и общественного контроля над формированием цен на основные продукты питания. Обсуждались такие приоритеты, как увеличение количества грантов на получение высшего образования, обеспечение широкого участия граждан в подготовке законопроектов в качестве народных советников в судах. В этой программе отмечено лицам с ограниченными возможностями создания для них отдельных условий, потому что для лиц с ограниченными возможностями третьей группы не предусмотрены никакие преференции. В этой программе ставится вопрос в будущем для этой категории. Со стороны государства выделять пособия. Второе, в нашем государстве строить социальные и муниципальные дома и выделять их населению, и таким образом решать вопрос с обеспечением жильем. Это также отмечено в этой программе. Были поддержаны предложения отменить ограничения верхней планки зарплаты при начислении пенсии, введение в законодательство нормы, которые будет учитывать и включать в стаж работы для получения женщинами пенсии, всего времени нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. О выделении пособий гражданам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями, а также о внедрении системы инклюзивного образования, включающую в себя подготовку необходимой специальной литературы и учебных пособий. Вот уже несколько лет наша партия добивается внедрения программы «Жизнь без преград». Это позволит обеспечить равные возможности для людей с ограниченными возможностями. У нас есть предприятия, где работают люди этой категории. Мы должны поддерживать их, должны давать исполнение госзаказов таким предприятиям. Мы живем в рыночной экономике, а эти предприятия не могут конкурировать с другими в этой ситуации. Если мы поможем им таким образом, то они смогут работать и развиваться. На встрече была отмечена необходимость обеспечения оказания гарантированных государством медицинских услуг населению, повышение заработной платы врачей и медистер, придание аптекам и частным медицинским учреждениям отдельного статуса социальной организации, принятие закона о защите чести, достоинстве и здоровье медицинских работников. В своем докладе кандидат отдельно остановилась на перспективах социально-экономического развития Кашкадаринской области. В частности, она подчеркнула вопросы с обеспечением занятости населения, особенно молодежи и женщин, созданием рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, важностью улучшения инфраструктуры, решение проблем с питьевой водой, электричеством и природным газом. На сегодняшней встрече отдельное внимание уделяется работе с молодежью, и это очень радует нас, особенно как она добивается решения проблемы с обеспечением общежития студентов и хочет дальнейшего их развития. К тому же отмечено ее предложение по выделению двухпроцентных грантов для лиц, имеющих особые потребности. В том числе понравилась инициатива «Сельский учитель», проект которой поможет всячески поддерживать учителей отдаленных районов. Кандидат выразила свое мнение о создании равных возможностей для всех слоев населения в сферах дошкольного, среднеспециального, профессионального и высшего образования, ведении дистанционного обучения в школах с нехваткой учителей по естественным наукам, о внедрении программы «Сельский учитель» в отдаленных местностях для удовлетворения спроса на педагогов, о создании больших возможностей для вечерних и заочных отделений вузов. На встрече, которая прошла в духе открытого и искреннего диалога, избиратели задали кандидату в президенты свои вопросы и высказали предложения по дальнейшему развитию региона. Выступившие на встрече выразили поддержку предвыборной программе Максуды Варисовой, кандидатов в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана и призвали всех отдать на выборах свой голос за этого кандидата.